БЕЛЫЕ СНЕЖИНКИ БЛОНГА! БЛОНГА! Ребяточки, девчонки, я вас категорически приветствую на своём канале ЖУК БУРОВЕЙНИКИ С вами я, Саша Великая УЖАСНЫЕ Чё хотел сказать-то? Хотел сказать, что вы сейчас 11 сервер будете смотреть ветки выживания под названием АЗЗЫ выживания 2.0 Это значит у нас версия такая, что могло бы быть иначе, чем могло бы быть в той десятой серии, если бы она была бы, но её бы не было, поэтому будет так, как будет Вы что-нибудь поняли? Я всё понял Ты как вошёл, я тебя сразу понял 47 дней Наша задача сейчас поискать олени с потерянной стрелой Точнее, нет, она не потеряна, она при нём Олень, конечно, лопух, но стрела при нём Ну и, может быть, дождаться Лося Латсон! Заводи! А ехали в одиннадцатую серию Так, я тусю в доме зверического лова У меня сохнет медведь, которого я не вовремя положил, и, может быть, даже он не высохнет Так, что там у нас с тобой? Стрелы, всякие другие предметы Стрелы 6, 7, 8, 9 Лук 6% Лук скоро крякнется А чё ж, Александр, ты себе на лук-то клён-то не прихватил Вот, ты стрел-то себе взял Вот А клён ты не прихватил Отсюда вопрос Какой вопрос? Какого? Какого? Ну да, вопрос заключается в том, какого? Да, блин, чё ты не хочешь никуда положиться-то, а? Чё ты всё красным-то 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 красным-то, короче Астафию Да чё Астафию? Хотел поглядеть, чё там с клёнами Что там с клёнами происходит? Меня интересовало Там клёны Эй, шкура оленя никуда Собака такой клацать не хочет Так, клён на 61% просох, да? Угу На 65% вот просох Ну, 65% это ещё долго Ну и чё делать? Сейчас лось появится, а у меня лук тут ель живой, а? Вот чё это такое вообще? Ох, Александр Ох, Александр, а? Ох, Александр Температура какая? Температура минус 34 Ну да, в такую температуру, конечно Пошли тогда, пошляемся по этой По пещере Вороны? Вороны, где они есть? Куда-то летят? Ну, конечно, есть подозрение, что лося здесь не дождусь Ну, а вон, вон вороны полетели мимо Ну, надо попробовать сходить до безымянного прудетского Иногда на безымянном прудетском Я там, не знаю, там берёз собирал Чё-то клён-то не взял, а? Из администрации туристической базы Вот чё-то его не взял Совсем забыл, что у тебя лук Так себе Теперь теперь надо дождаться Теперь надо дождаться погоды Такой, чтобы это Такой погоды Дождаться, чтобы клён высох погодой Погода ты уж дождался Ммм Оленя можно поискать Оленя Он был ранен где-то вот тут И туда вот и гдкал Слушай, а может он как медведь-то уже там лежит? Ну, может, конечно, и как медведь лежит А может, как олень лежит Ну, вообще, может лежать как угодно Так, ладно Давай пока быстренько погреемся Как кто он там лежит Мы узнаем чуть позже А сейчас по пещерке прошвырнусь Не знаю, чё тут кроме этого Кроме угля Тут что я могу найти Интересного Ну Что я тут могу найти Кроме угля интересного Тут будет такой костёр стоять Вот И у костра там По-моему, книжки иногда лежат Книжки Раскраски Вот костёр Ага Не, не книжки тут раскраски Тут шоколадки раскраски Ну, шоколадки раскраски Тоже нам сгодятся Шоколадки раскраски О! Женшина У меня здесь лежит женщина А у женщины нет ничего Она была в свитерах Но свитер нам Не дано с неё стянуть Да Для того, чтобы он на себя Так, с виду, он на этнический похож Чтобы на себя Этот свитер напялить Так, ладно 65% Говоришь, клён Он 6 дней сохнет 6 дней сохнет Это сколько там у него На 100 На 6 Это по сколько? По 15 Получается, да? 15 То есть чуть меньше Так, это у меня В районе 35% Это как минимум 2 дня Ой, это долго Мне проще сгонять За новым клёном В администрацию Точнее просто Дойти до администрации Ладно До администрации Сейчас пойдём До администрации По пути Если оленя встретим Залутаем его А если не встретим то не золотаем все решено сейчас идем вам в амнистрацию все хорошо идем в амнистрацию в амнистрацию труба за идем а вот этот уголек который ты нашел можно отволочь так будем выходить милтон то не 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 будем милтон а не хочу и милтон что это в милтоне забыл потом сходим тимофеев там собирать ну конечно было бы забавно пособирать но потом позже и так кожуру медвежью отнесем в амнистрацию да давай еще все барахло заберем не только знаешь кишечков немножко оставить кишечков оставься в капканчик и капканчик и для кроличков чтобы сделать на маленьких для маленьких кроличков так темноте пока походим да походим для маленьких кроличков капканчик избирать ладно уговорил болтал раз представляешь ты вот выйдешь из этой пещеры а там лось стоит понимаешь ли у тебя лук 6 процентный сколько с него раста могу выстрелить чем у меня по навыкам то стрельба из лука точность прицелю не урон отстрел увеличен шанс критического удара увеличен на 15 процентов сколько у меня за один выстрел сейчас будет сниматься по два раза по два хп от лука или по три ну в любом случае ты больше двух раз скорее всего лося выстрелить не сможешь ну а с двух раз лося убить это можно и с одного раза конечно же убить но блин а можно не убить и тогда получается что я теряю и стрелы и лося и шанс убить лося и вообще теряю все что можно потерять не таким луком нельзя на лося охотиться пошли зайдем в дом товарища зверического лова заберем там все чё только можно туман нарисовался так а у него тут миска есть да немножко недоеденные немножко сыра недоеденные а вот это кстати приготовленная так погоди а то чё ленина приготовилась она приготовлена разными не на паузе было что не казалось что она на паузе было что была она не приготовленная ну ладно хрен с не приготовлен так приготовленным и спорить не будем я скандалов не люблю да 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 именно так температура минус 16 но можно чуть-чуть покемарить пока мари чуть-чуть слушать что такой вес чем это я пахнул оленины недоеденный мне у меня и так много касса было или это что это багуля 1 или я чё ленину и забыл уложить да и ладно короче все забей все да забил я я забил мостаракс я забил я забил мостаракс чего-то забил гол забил на гол забил мне час поспи два много два много час айнен айнен штунден как говорят наши немецко-фашистские недруги айнен штунден один час поспать так теперь забираем сейчас кишки я тут брошу да и вообще лампу аладина запалю запалю лампу а кишки наверно все здесь брошу до кишки мы не понесем кишки мы а зачем ты все собираешь а чтобы их как-то это ццц цели направлено так ну значит клен раз то оставишь туда на клен и здесь оставлю так айнен штунден будем забирать не пуску телок здесь уставлять так все лампу лампу гасить так кишки кидать как раз вот пять кишков так может быть березку здесь одну оставим ну давай березку оставим клен я уже один оставил все остальное утаскиваем хорошо так что у нас с тобой по водным эффектам водные эффекты с собой берем мясу с собой будем какую-нибудь брать слушай а вдруг я там сейчас олением встречу ну тогда не будем брать да допу здесь лежит просто прямо рассчитываешь всерьез оленя встретить. Не, ну а чё он куда-то туда пигдыкал? Ну, я думаю, где-нибудь я его там... А чё у меня вообще по факлам? Факла нет ни одного. О-о-о. О-о-о-о-о-о. А факла нет ни одного. Слушай, а как ты такого цугундера довёл ситуёбином? Ситуёбину до такого цугундера как довёл? Что у тебя факла нет ни одного? Ты, значит, прёшь. Там сейчас олень, допустим. Не, ну если погода хорошая, то я волков буду так прогонять. Ну, просто 6% лука для того, чтобы... Так, я слышу ворон. Но это они вроде у маска. Они у последней стоянки маска. Илона маска. У него они там каркают. Олень убегал сюда. Он такой прям ты-гдым, 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 ты-гдым. Так, это они у маска, да? Да. Олень не видать? Не видать. Слушай, ну а чё мне вот по сути дела к зверолову нахрена приходить? Лося здесь пасти? А вдруг он у этого, у гэскартера теперь будет появляться? Наверное, мы пойдём на гэскартер. Я же все пожутки забрал, такие ключевые. Ну, пойдём, сходим на гэскартер. А если у гэскартера мы его не встретим, тогда назад к зверолову припрусь. Так, где-то впереди кто-то орёт. Это над остатками медведя орут? Или здесь олень сдох? Не пойму. Типа вороны из задних слышно. Не, медведя нет никаких остатков. Он вообще, он исчез полностью. Ага, вон там кто-то. И вон ещё, смотри, вороны над кем-то орут. Вот он, олень, и вот на стрела. Нифига себе, на стрелу мою выкинул. Говорит, ты забери свою стрелу. Так, дядя. Так, а это там кто у нас? Это твой костёр за деревом, да? Не пойму, или это олень? Чё это такое вообще лежит? Олень. А почему он здесь лежит? Нет, это волк. Нет, это олень. Погоди. Я не понял, и этот олень откуда? А, это когда стрела поломалась и убежал олень. Он же убегал, точно. А, ну этого проще разделывать. Так, ну хорошо. Увеличилка не работает. Спички работают. Есть горючка. Так, оказывается тут олень. Ещё один, точно. Я же в олениху стрелял. Точно, точно. Ну уголёк давай, чпонькнем. Чпонькнем уголёк. Так, уголёк чпонькнули. В аду поставили. Так, ну давай по-быстрому ножичком его. А, ножичком пока не получится. Он замороженький. Замороженькой ты мой. Да, он замороженькой. Сильно, сильно замороженькой. Угу. Так, значит у нас же тут оказывается олень. Дурьёшки-кочерёшки. Я что-то про него и забыл, что ещё один. Глянь, они тут в принципе убежали-то в одну сторону и померли оба. И медведь сюда убежал. Так, надо запомнить, что любят они... Любят они сюда паразиты такие убегать. Ну чё там, растаял? Да, растаял. Тогда пойду на ГС-картер. Здесь мне ловить нечего. Здесь нам делать нечего, как говорил Капитан Зелёный. Пролетаем им одну из планет. Так что... Пойдём мы дальше. Да, товарищ олень. Да, это мы руками будем собирать. А кожуру с него забирать? Кожуру с него... Да ну, забирать, наверное. Я не знаю. Можно и забирать. До готовности одна минута. Так, кожура пошла, пошла кожура. Кишки. Да и кишки, чтобы все волки мной интересовались. Да? Угу. А как же. Обязательно. Обязаешь, начальник. Конечно, чтобы все волки интересовались. Как же мы без этого? Без волчачьего интереса. Вызывает интерес ещё такой процесс. Слушай, ну... Ты только два раза сможешь стрельнуть. Ты это понимаешь? Я это понимаю, да. Сейчас, тем более, если задует какой-то костёр, не будет, так сказать, огня, то вот даже и факелом ты их не прогонишь. Ладно. Мы проблемы решаем по мере их поступления. Пока нет никаких волков. Ну, пока, конечно. Пока. 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 Пока ты мясо всё ещё заберёшь. И будет классный вес. Вообще всё будет классно. Во щпе. Ещё будет классной вонь. Вонь будет классной. Так. Ну и чё там по весу? Ну чё, 39 килограмм? Нормально чё. Ну чё ты думаешь, факел будет долго гореть? Нет. Я думаю, он будет быстро потухать. Я тоже думаю, что он будет быстро потухать. Потухатха-йога будет происходить. Так. А есть какой-нибудь кусок недоеденный? Килограмм, 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 килограмм. О. Там, кстати, Валень чуть-чуть вставал с мяса. Да ладно. Грен с ним. Так. Кулинарии. Сколько ещё её надо прокачивать? Тут ещё не погасло. О. Волчок. Мы его пугаем? Я думаю, да. Мы его пугаем просто. Давай, Волчок. Я тебя просто пугаю. Давай. 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 Ты просто пугаешься. И назад. И назад. И назад. Ага. Молодец. Вот так. Вот так. Ты просто пугаешься и убегаешь. А я дальше тоже бегу. У меня просто 6-ти процентный лук мой немножко. Да. Остерегает. Остерегает палить. Давай я его сохраню на чуть дольше время. Может сейчас факел погаснет. Там он дальше. И мне ещё придётся пускать в ход лук. Да. Поэтому пока будем пугать. А то может и после одного выстрела он рассыпется. Да видишь, забыл я его сделать себе. Затупил. Слушай, а вороны орут вот оттуда. Там над кем-то они летают. Мне так катся. А они вообще мимо летят. Они заколебали вообще мимо летят. Кстати, а что ты факелов только два взял? Не знаю. Чё больше ты не взял. Фу, идти, идти ещё. Идти, идти, идти ещё. А у тебя два факела тут. Ну, сейчас я с этим пройду ещё метров, не знаю. Сто! Судя по дуновению ветра в рожу, метров сто я ещё пройду. Всё, уже зевать начала. Значит, всё, на ГЭС-картер идём. Ну, а чё? Чё там у Зверолова шиваться? Лося этого ждать? Он то ли придёт, то ли не придёт. Ну, сходим до ГЭС-картера. Если там лося не найдём, так, надо не забыть трос туда отнести. Сходим до ГЭС-картера. Если лося не найдём, тогда куда пойдём? В прибрежку. Не, не в прибрежку. Надо идти в отратку. Из отратки на Волшую гору. А из Волчи горы в пепельный каньон. Надо за рюкзаком идти. Ну, нет, лося, хотя бы рюкзак возьмём. Рюкзаким к себе хотя бы оттопырим. Надо двигаться. Нельзя сидеть. Да, кстати, всё. Ты и так уже просидел, а то сейчас везде одежда поразрушится. Может, ещё там найдёшь себе. Фарки же у меня только одни пока. Да, портки одни. Штанов ещё армейских ни одни не нашёл. Но в пепельном каньоне не попадаются. Я находил на пепельном каньоне армейские штаны. Так, тут смотри, тоже олень пасётся. Олень меня пока не интересует. Не интересует дойти до дома. Всё, факел кончился. Ну, до дома я почти дошёл. Олень рогатый. Охлопил, пил, 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 охлаждение. Это не риск, как аллоустрофобия. Так что, не пугайте меня. Так, подбираем всё высохшее. Трос тоже сразу подбираем, потому что мы с ним пойдём. Так, медведя не подбираем, он не высох. Так, тут у нас что, берёзы не высохли? Тут у нас волчья кожура не высохла. Так, это кишки высохли. Дальше. Это сухое, да? Да, это тоже сухое. Так, кленовые деревцы. Волчатина. Огромное количество оленячьей кожуры. Так, крольчатина. Кишкачатина. Это я сейчас от оленя отцепил. И медвежатина, недосохшая. Давай мы её положим вот здесь. Мне что-то кажется, что она разрушится. Есть у меня такие предположения, что хана ей придёт. Преждевременные. Так, а что, линять самоплясы будем делать? Да пока нет. Я пока вроде как особо от мороза не страдаю. Какой у меня тепловой бонус? Плюс 16. Да, тепловой бонус. А тут скорее медвежачий уж надо делать эту. Шубень. Ну, в один часок я не прослю. Медвежачий шубень. Так, сейчас лук быстро делаем. И валим. Проснулся полностью. Полностью проснулся. Написано, вы проснулись полностью. Очень хорошо, что мы проснулись полностью. Давай нож пока подточим. А что, там нету больше? Угу. Ножит 73%, топор 83%. Очень хорошо. Перед походом на газкартер надо максимально облегчиться. Оттуда по-любому барахла какой-нибудь притащишь. Поэтому предлагаю котелок выкинуть. Тем более, котелок там будет. Да. Там будет котелок. Это я помню. Ну, тачи, но сейчас надолго придется с луком уйти. А тут есть вообще клюны? Да должны были быть вроде как. Вот смотри, знаешь что? Давай сейчас еще подождем. Потом поспад. Там как раз ты будешь максимально отдохнувший. Вот. И пойдем 90% не хотеть олениной травиться. Мне кто-то писал, что 80% не травился. Ну, а что? 20% на барабане у канадского Кубовича. Он там его вращает. И там хренякс. И вот тебе... Вот тебе отравление. 20 ячеек с отравлениями вращаются. У меня сейчас 9 ячеек вращалось с отравлением. Это зачем? Не знаю. Вроде и так все видно. Так, медвежатина. 10% просохла. Но 83% разрушится нахрен. Нахрен разрушится. Сам виноват. Да знаю. Знаю носаракс. Я знаю носаракс, что сам я виноват. Так. Это пока сюда складем. Так, мне лук, пожалуйста, новый. Бен, это Данила. I need new look. New look I need. А что так долго? Аж вон... Аж вон пить захотел нафиг весь. И сколько же от ножичка-то? Он там сколько был? 97% когда начал ковырять. 89. Тоже неплохо. Ножичка-то мой испоганился. Сейчас он будет до 5. 97%, да? Да, 97%. Так, лук для перевыживания. 40 минуточек. 40 минуточек. Сейчас я гляну, что с моим ножичком будет. Ножичков у нас на всех хватит. 96%. Только 1% снялся. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Так. Стрелу будем делать? Да, я хочу сделать одну стрелу. У меня есть еще желание сделать 1 стрел. Ты что, ты к ночи попрешься? Блин, к ночи получается, да? Значит, к ночи. Не к ночи будет сказано. Так. Складываем. У меня сколько стрел? Смотри, у тебя 7 целых. И сколько-то десятых, да? Так. Что мы здесь оставляем? Котелок оставляем. Набор этот нам не нужен. Консервный нож. Консервный нож. Ладно, не надо. Гвоздодер. Нет, гвоздодер нельзя. 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 В другом, в другом. Там не будет гвоздодера. Я не смоглю. Я не смоглю. Я никуда не смоглю заглянуть. Так. Ну, вот есть 8 этих и этих. Что, может их пока сбросить? Ну, хорошо. Давай мы их пока сбросим. Котелок. Так. Это мы не сбросим. Бросить. Все. Давай мы их раздельно сбросим. Пусть они тут поваляются. А что ты их не хочешь сложить? Да, нафиг они нужны. Пусть тут валяются. А тут вот сказал валяются. Ой, что я одну что ли бросил? Это отмену нажал. Антибиотики. И рядом антибиотики схватились за животики. У них антибиотиков. Животики болят. Это как-то антибиотиков болят в животе. Уж не хочет она сюда ставиться. А нет. Вот, горячо тут. Она тут зеленела. Было что-то зеленело. Опа-на. На. На тебе. Так. Может спичек еще сбросим? Думаю, да. Этого нам много. С собой таскать. Вот тут пусть лежат. Опачки. И опачки. Так, что мы еще сбросим? 30 килограмм ты весишь. Что-то очень много. А, у меня угля до хрена. Ну и трос. Уголь мы сейчас по пути выкинем, да? Да. Трос, понятно дело, я потом выкину тоже. Так, шоколадки, шоколадки, шоколадки. Я им сейчас травиться не собираюсь. Тоже их здесь оставляем. Я там, если что, Тимофеевку поем. А если что, я с собой мясо возьму. Много, да? Так, куда-то шоколадка одна спряталась. Вон она. Вон она спряталась. Так, и, наверное, давай-ка мы тоже еще один точильный камень выбросим. Факал красный я оставлю. Он не может потребоваться. Так, ну все вроде. Ну, что я там лево-лево с собой? Лево-лево. Ой, ну, пьер еще оставь. Еще у тебя очень много этих какого. Мыха. Мыха-то очень много. Тогда мыха-то мы сюда сложим. Себе на три порции оставим. Ну, мало ли чего. Ну, мало ли чего. Оставим все на три порции. Так, вот 29 килограмм. Из них 3 килограмма трос весит. Хорошо. Какой 3-5? Напугал. Напугал ты меня. Напугал, гангстер. Сейчас лук вот этот доламать будем. Будем стрелять по волкам из него. По товарищам. А вот тут он лежат, смотри. Да. Стрелы мои сперли. Сперли мои стрелы. Но мне пока хватает. У меня запас был 20 изначально наконечников. Пока достаточно. Ну, в пепельном коньоне две штуки еще подберем наконечником. Так что норма. Ну, волка, конечно, убежавшего я искать не буду. Потому что я понятия... Понятия не имею, где их искать. Может быть, потом, после обновления, будут появляться красные ящики. И, может быть, в них... А прикинь, вот так лежат у тебя дрова перед этим. Да? Отлично. Метель начинается. Лежат у тебя дрова перед рыбацким альдебараком. Заготовленные. Ты, значит, собираешься ими потом когда-нибудь... Когда-нибудь что-нибудь собираешься ими делать? А пришло обновление. И все эти дрова... Хриняксы в красный ящик куда-нибудь на край локации. А ты их таскал, я не знаю, месяц. Настоящий месяц ты их таскал. Настоящих дней месяц. Ты уверен, Александр, что тебе надо двигаться в такой метель? Ну, теперь уже поздняк заднюю включать. Теперь уже придется двигаться. Ладно. Ты думаешь, что ты правильно идешь? Ну, если сейчас появится надпись река, северный берег, то да. Ну, я давай по реке пойду, чтобы меньше соблудиться. Ну, давай. По реке-то до моста можешь дойти, да. Правда, температурка минус 44. Ну, охрененная, конечно, температурка, ничего не скажешь. Да, пойдем по реке. Ты вот этот рюкзачок обыскивал? Я не помню. Да, я здесь уже побывать успел. А, я помню, что до газ-картера не дошел, да? Мне что-то помешало дойти. Да, что-то тебе помешало дойти. То ли трое детей, но что-то ему мешало. Может быть, трое детей. А может быть, директор школы. Ну да, что-то мне помешало. А вот что помешало? По-моему, я за оленями начал бегать. Ну да, что-то я там за оленями начал бегать. Беготня началась за оленями. Минус 46. Так и риск переохлаждения можно. Точнее, так переохлаждение можно получить. Да запросто вообще. Запросто. Ну, а что мне делать? Мне делать нечего. Я уже назад не пойду. Все. Назад дороги нет. Слушай, а в ущелье пойдем по случаю того, что ты с собой трос притащил? Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не знаю. Можно сходить. Полюбопытствовать, что лежит в дрезине. Для начала надо найти ДГС. А там уж потом решить, куда я пойду. Зачем я пойду. Почему я пойду. Ну, когда я пойду. Слушай, а я, по-моему, меток-то лосиных не видел. У Гэскартера. То есть лось у меня, получается, возможен только у зверового, да? Меточек тут лосиных не было. По-моему, не было. Я точно не помню. Так. Ну, идем, 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 идем. Сейчас еще немножко. Еще немножко позамерзать, здоровье попотерять. И все будет хорошо. И ты придешь. Ты припрешься, куда хотел. Минус два четыре. А, ну здесь защита от ветра присутствует. Поэтому минус два четыре. Сейчас ветер только минус три влияет. Видишь? Слабое влияние. А вот тут ветер нормально влияет. Нет. Тоже еще минус три. А вот тут уже защита от ветра должна, по идее, закончиться. Минус двадцать девять ветер влияет. Вот так. Минус двадцать девять. Так. Ну, Тимофеевку я тут, понятное дело, не куча собирать. Не собираюсь. Давай мы вот тут вот быстренько. Так. Смотрим на лосиные метки. Метки вроде как нету. М-м-м. Вроде. Так. А березы тут были? Да, я их собрал. Метки, метки, метки. Вроде не видать. Значит, лось только у зверолова. А у зверолова метки не стоят, про лосян. Он там засекреченным образом нарисовывается. Секретная лось. Понимаешь, какой, да? Паразит секретный какой. Будем тут Тимофеевку всю отскребать? Или бы на потом оставим? Да давай на потом оставим. Может, потом мод там на быстрый поиск появится. Я их по-быстрому все пособираю. Сейчас что-то не охота. Вот, ну что, этих грибов на скребу? Грибы пока актуально скрепстить. Их можно готовить и кулинарию себе наращивать. М-м-м. Кулинарию, говоришь, наращивать. Тросик давай. А то ты про него запамятуешь. Вот, 22. Нормально. Заходим. Новое местоположение. Новое. Новое положительное место. Оп, полз разгона стул. И спать. Предварительно выпив воды. Одежда сильно пострадала? Так, одежда, одежда, одежда. Да ну не сильно так средне. Средненько. Так, это мы с тобой проснулись как-то среди ночи опять, да? Воды нету. Воды нету. Можно выйти глянуть. У Гэскартер валяется там олень или не валяется. Если он валяется, его можно... Если не валяется, его можно приготовить, да. Если не валяется, можно приготовить. Как говорится, да там еще олень не валялся. Ну а что в шкафах закрытых? Что шкаф закрытый нам готовит? Он вам ничего не готовит. Так. Проверяем все нычки. Нычки все проверяем. Так, вот рюкзачок. Ты в нем был? Нет еще. В рюкзачке тоже не чувствую. Вот этот попал. Попал его. Вода есть на Гэскартер. Я не хочу туда идти, пока там достаточно темно. Я еще тут немножко потусуюсь. Или давай выйдем. Хотя ладно, пошли. Сейчас вот это доперетрем и пошли. Пошли, может там олень лежит, тогда ты его приготовишь. Там кулинарии себе прокачаешь. Ходжи. Ага, приготовишь. Ты слышишь, метель какая? Значит, напротив. В нас против вагон давай сгоняем. В вагон нас против. Хорошо. А еще мне что-то рассказывали, какие записки вот в этом автомобиле находили. Ну, давай поищем. Вот какие грохты. Так, автомобильчик. Есть ли у вас какая-нибудь записка? Так, стрельба из револьвера. Так. Ничего нету. Записка с каракулями. Заметка с советом по выживанию. Так. Возле Милтона появилась новая пещера рядом с жилищем зверолова. Ну да, это просто объясняет, что мы можем прийти... Что мы можем перейти в Милтон через эту пещеру. А от этой записки, короче, толку никакого. Волк, что ли, рычал? Или мне показалось? От этой записки нам толку никакого. Я в этой пещере уже побывал. Только что вот я в ней бегал. Это про эту пещеру, по которой я бегал. Так, тут обычно был один штук банк ест. А сейчас нету один штук банк ест. Понятно. Нету один штук банк ест. Тогда ящик ломаем. Метель вроде как кончилась. Так, то есть еды нам с тобой не дали, да? Тут еще раньше книжка была про стрельбу. И книжки нету. Ты глянь. Все, поспрятали. Книжку не дали. Да, вот этот ящик с тобой еще раз. Заломаем. Ну и пойдем уже там в ГЭС-картер. Еду искать. Еду, говоришь, искать. Нет, не еду. Еда у меня есть. Погода какая классная. И да, вот она. Пошли в аду искать. В воду. В аду-в воду. В аду-в воду. Там. А это маленький кусок был. Все, у меня скончилось. Так. Значит, со дверами. Это хорошо, что они не додумались позакрывать все эти двери. Чтобы знаешь, что же от них ключи искать. Проскидали бы их по всему миру. Хадис. Ис-чи. ГЭС-картер и окружение. Так, календра вроде рядом нет. Там сейчас достаточно темно. Мы можем с тобой какой-нибудь поломать ящик пока. Ну, без воды ты сильно тут не подохнешь. Первое время. Так, ящик какой-нибудь, да? Вот. Руками его можно ломать. Он ромается руками. Так. Еще не очень светло. Хорошо. Еще какой-нибудь ящик давай. Руками. Ломается. Ромается луками. Так. Ромается луками. Где тут у нас ящик? Вот он ящик. Давай его. Ломается руками. Ромается луками. Вот. И под ним ножовка была. Или на нем. Тут я уже, к сожалению, не знаю. Не видал. Так. Сортир первым делом сканяем. Заберем воду. Так. У меня появилась ножовка. А до этого что, не было? Разве у тебя ножовки? Да я что-то не помню. Да. У меня здесь ножовки не было. Я ее не взял. Тогда давай распилим светильник сразу. Сходу. Так. Все. Хватит пока. Пока хватит сходу пилить. В сходы. Хватит пилить в сходы. Шура, хватит в сходы пилить. Итак, значит, сам. Вот там тоже сортир, между прочим, есть. И в нем, наверное, даже есть вода. Слушай, надо попробовать туда в режиме полета залететь, когда мода появится и поглядеть. Но вода в нем, скорее всего, есть. Так. Давай немножко лишненького скинем. Дыров вот этих, которых ты набрал, несметное количество. Их можно подвыкинуть. Книжку про револьвер тоже пока оставь здесь. Ну, начинается унылая пора очей очарования. Мы будем долго и нудно обыскивать ГЭС-картеры. Ничего я тут интересного не знаю. Нет, я здесь найду тайник скоро. И задам вам вопрос. Вот же ж вопрос. Вы этим вопросом наповал меня бьете, как говорил товарищ Груздев. Где от этого тайника ключ? На незваном госе. Только вы мне про сталкер не пишите. У сталкера в других местах лежат ключи. Вы мне про незваного гостя. А может и в тех же. Ну, в общем, короче, я уже был у всех домиков на загадочном озере. Ни у одного домика и ключа не нашел. И записки. Я был на лесозаготовительной стоянке. Я там тоже ни хрена не нашел. Отсюда вопрос. Где лежит ключ? Так, здесь вроде все, да? Так, теперь, теперь. В сортире ты был, да? Наверх, когда пойдем? Наверх пойдем в самом конце. Так, вот тут, смотри, баллончик. С краской. Я их просто коллекционировать решил. Ну, от нечего делать. Так, здесь пусто. В сортире вы побегали. Ну, вот эти ящики, два штуки. Слушай, ну, да, вот это тоже разобьем. Ради интересно, что под ним лежит. Вдруг под ним что-нибудь лежит? Не, под ним ничего не лежит. Ткань будем собирать. Да, я думаю, да. Давай, соберем. Так. Этот участок наверх потом. Так, тут были, тут были. Так, следующий отсек. Налево и направо. Направо вообще спуск. Вниз. В катакомбы. Так, не лежит ли что-нибудь здесь? Это вдруг спрятали что-нибудь. Горючка. Мне бы колоть, конечно, лучше какую-нибудь одежду. Эксклюзивную. Парку, допустим. Паркуем. Да, парку, допустим. Так. Теперь осматриваем здесь. А вдруг вот за этими коробками что-нибудь есть? Вот их надо все поломать. И там хобана. А, и там что-нибудь лежит такое впечатляющее. Вчепетляющее. А это не записка ли? Да нет, это так просто. Это просто. Так. А где же я еще не был? Да я вроде на загадочном озере уже везде побывал. Где я мог пропустить эту записку? Да не нужны мне ваши газеты. Я уже могу разводить огонь без газет. Что, застрял что ли? Так. Будешь ломать ящик? Да, а что тут под ними раньше никогда ничего не было? Конечно, можно все переломать. Знаешь, заходим в пульт... В эту какого-то... Как он называется? В комнату управления. Пультированная комната. Вот тут кто-то себе жрать что-то готовил во время от времени. В пультированной комнате. Так, вот у нас верстачок. Сейчас будем... Ммм... Пытаться вскрыть сейф. Вон книжка. Стрельба в сортире лежит. Видишь? Вижу. Естественно вижу. Так. Стрельба в сортире. Пока будем все стаскивать на ГЭС... Ой, на ГЭС. На администрацию. Пользоваться ей пока не будем. Стрелять не будем. Такс. Ничего я тут не пропустил. Не знаю. Так. Сейф. Все, включаем музыку традиционную. inclusion. Так, спокойно. Ага. Ну, что бы ты хотел из всех получить? Я гунте. И я гунте получу. И на себя их натяну. Ага, ща-гунте тебе. А штаны зимние не хочешь? Хочу. А что еще хочешь? Капюшон. Капюшон флисовый. в нем астридина будет симпатична ни хрена себе вот это да вот этот рентин тырым тырым как оно было быстрым так там где-то до 40 я дык 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 выряла потом после 40 было резко насколько я помню что-то в районе 40 было 45 40 так капюшон гриш в лесу и вот так сразу прям чпок открыть о повязка еще одна и все одна повязка 1 по повязка у меня по повязок по моему уже много ну да у меня и так 2 мне 4 дали ну ладно запасная будет если волк сожрет хорошо пускай или медведь сожрет ну кто не сожрет однозначно то полюбому кто не сожрет рано или поздно быть такого не может чтобы кто-нибудь не сожрал какая не поразительно сожрет нет нет да и да сожрет и даже глазом не моргнет так проверяем вот этим и таким вдруг на пятаках чем лежит так а что же я тут жрать то буду но там вообще какие то есть у нас она в принципе вот это вот это вот это но ладно так тут у нас ничего с тобой нету а если пойти разломать вот тут ящик не будет тут ничего но ты разломая там давай даже топором чтобы быстрее меньше калорий тратить ты разломай но нет тут ничего видишь нету нету не положили они ничего не хотят они нас радовать мысли загадками никакими пока нет с этой стороны ходу нету значит сейчас залезаю вот на эту фигню замороженную здесь иногда да теперь здесь красный факл лежит раньше он вот там наверху лежал теперь его сюда положили значит там наверху его нет еще вот тут бывал факл да ладно но я все равно поверх там побегаю потому что там что-то может быть шоколадка какая-нибудь одинокая скорее всего-то максимум а таблетки могут быть если там дядька мертвый валяется так таблетка этот комнат управления тут только что вот сейф обыскивал там дядька есть мертвый нету дядьки мертвого нету потом еще надо будет на второй этаж сходить втором этаже такая скотень ходить там нихрена нету вечно на незваном гости вот его будешь там обыскивать 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 и ничего не найдешь и чуде найдешь можно выйти на улицу глянуть на село да глянуть на село там в конце иногда бывал какой-нибудь контейнер и чего-нибудь там при нем но в данном случае нихрена нет ни контейнера не при нем а никакого так не потрос разрешат спуститься или скажут что рюкзак слишком тяжелый можно давай спустимся так нижняя плотина пошли на нижнюю плотину нижнюю полтину дядька валяется дядька валяется синим факелом его сместили туда он раньше валялся как только выходишь теперь его зачем-то положили в другую позу чуть-чуть поводу не знаю чем руководствовались эти укладыватели эти укладчики зачем они дядю сместили ну вероятно так надо было так надо было пора зажигать лампу плохо видно я могу чего не пропустить я и так могу чем пропустить с лампой возможно шансы пропустить будут меньше но не обязательно знаешь что санчет с тобой сделаем еще с тобой выйдем на улицу да и зайдем уже через окно чтобы с той стороны идти сразу в этом направлении чтобы не два раза в одном и том же направлении не ходить их что хитрый какой а то я очень хитрый да в микровой волновке ничего не видно там может олень на улице отжарю тогда вы поглядим может очень куда слушай здесь раньше точильный камень лежала теперь его здесь нету ну и все тогда ладно пошли на улицу пошли на улицу это написано аварийный выход вышли аварийным образом слушай вот тут есть рюкзак а его теперь отсюда вытащили не рюкзак контейнер тут есть контейнер вот его можно ломануть вот этот вот но в нем скорее всего фигня какая-нить не сейчас я туда не полезу сейчас у меня и жрать нечего и вообще так сейчас вот тут проверим по-моему тут бывало канистры ли отчет путаем не что теперь весь ящик в ящике нет ничего так тут вы ничего нам не спрятали а тут ничего не спрятали а еще один ящик его раньше в ручках не было тоже пусто так тут спрятали чё-нибудь не спрятали тут не спрятали понятно слушай а вот тут ящик спрятаны никак не залезть сзади не залезть ну и хрен с ним прошлый раз я в нем нашел шапку шерстяную когда решил до него докопаться так с плотиной падать не надо можно живым остаться а можно не остаться но падать все равно не надо так а что ж там олень лежит или нет а вот сейчас мы с тобой узнаем лежит там олень или нет оленин так оленин оленина по-моему здесь нету мне эту оленин а ну то давай вокруг походим вдруг они тут тоже какие-то и нички а оленина не переместили ты гляньки паразита оленина переместили а а джи хитрецы какие взяли его в другое место положили чтобы я значит его не нашел с первого раза ишь ты какие хитрецы чё там такое показал что что-то есть сюда могли какой-нибудь тайничок запихать не запихали скучно и у вас уборщица там работает я вам так скажу ничего на придумать не может сама волк кролика жрет это он не как это он не ко мне обращается для сто процентов даже такими можно разжечь это он кролика жрет там волк это не ко мне были вопросы а к кролику который внизу тому плотины бегает и съел женова паразита съел же ты понимаешь олень он его съел я думаю солень шкур брать не надо ни к чему хорошему это не приведет поэтому оставим шкуру ему так этот из котелка у нас да котелок у меня там а лежит так ухты какой олень большой хорошо 1 и 8 нам пригодится а я чё сюда воду не поставил да ты чё капец вообще-то когти удалось ли оксандер не знаю как-то удалось и какая она там у нас с 92 процента должно быть нормально 92 процента 13 минут до закипания давай еще водички так значит эти лет места перехватил ворон то поналетела сколько а это матки мне летает а трупешник там лежит да точно там трупешник лежит так давай пользуясь случаем приготовим себе шипой какой шиповник а шиповник если приготовишь коры березы не равен час потребуется чай зеленый есть давай еще да по-моему был тогда полного выпаривания так пока давай туда и туда воды ты решил тут немножко почилить да не почилить а все короче ладно тогда пошли пошли тогда да не почилить так думаю может того этого туда все туда играется сюда и наверно сейчас мы с тобой наверху там поспим по газ картер не будем шляться ночью а точно провода искрящийся наступлю ушам то давай забирайте с него кожуру ну чё-то забирай кожуру забирай кишки в огонь их оставим пусть сохнут не пропадет ваш скорбный труд и разделку заодно прокачаем пока не пропадет ваш скорбный труд придут собаки подберут до товарищ олень да вот ватсон видите какое местечко красивое надо фотографии вот так вот опачки вот так вот опачки а вот отчет такой над нами нависает а это дерево тут над нами нависает вот и еще разочек давайте вот так вот давайте еще вот так опачки вот как отличное фото а уютненько здесь мечеть к местечке среди этих вот генераторов трансформаторов или что это за такие предметы диковинной диковинности так рюкзак и в нем скорее всего что там стрельба из лука лежит ухты не упусти цель она раньше пещере вот там лежала на извилистые реки теперь сюда положили так вот котелок тот самый для тот самый котелок так это сразу варится нет это не варится это сушиться а сушиться я думал варится обыскиваем чё на этом этаже и тут же спим вниз пока не пойду с утра уже попремся металлолом ну пригодится металлолом рано или поздно надо будет что-то ковать к ручке делать чинить там чет ножовки тут инструменты будут либо синие либо красные они всегда здесь есть по кроме раньше были а где раньше были помощи от есть хотелось бы конечно красные но если дадут синие я буду удовольствоваться и синьками синька инструментики ленточка в кассе так тут ничего нету но поярче факл можно то что-то тут гаснет уже так ничего тут нету ничего нету так вот у тайне кстати есть вот я уже его пропустил вот тайник а вот где от него ключ брать понятия не имею кто знает расскажите у домиков я его не нашел если пишите что он у домика вы говорите точно у какого домика и где прям точно должен лежать можете вот он не разглядел мужки сляпой не но это же слепой на лесозаготовительной стоянки тоже никого ключа не нашел газировка на борт лошадь я о красный инструмент отлично у вот он смотри вот они куда точильный камень спрятали что паразиты какие-то к рюкзак сюда перенесли так рюкзаки нихрена нету какие нога из картера звуки-то загадочные так мне знаешь дали красные инструменты это хорошо что дали инструменты с ними дело пойдет получше так а у меня в этом какие очень инструменты были не влиять не помню были мне как инструмента у спенсера или не были но теперь уже это неважно да так ну чё тут из положительных находок красные инструменты газировка точильный камень все тайник есть как открывать не знаю но в нем говорят еда точнее как открывать то знаю ключом открывать вот ключ где брать вот это вот вот это я не знаю вот н что я не знаю н того я те не скажу потому что не знаю пока через какое-то время конечно я все буду знать про этой неким но по качествам не знаю так хочу на с тобой такой перевес глянь 35 килограмм чё тут такого ты нахапал хапуга талалон чуть-чуть есть у тебя там просто видишь инструменты ножовки инструменты ножовки а по одежде есть чуть-чуть излишки какие-то не излишков нет а вот лает от повязка давай мы починим вот эту повязку я ношу ее давай тоже починим ну чё ты еще носишь шапку ты носишь давай ее тоже починим так эти весят вон ну да точно эти весят точно килограмм так здесь все вроде про искали мы пошли дальше да да ткань нужно давай порвем так в ущелье да в ущелье можно будет сходить лишний бросить вагоним так вот тут под лестнице давай глянем что там положили и положили хоть что-нибудь так под лестнице нифига не положили тут всегда раньше лежал красный шарф теперь он наверное где-то в другом месте всегда лежит ну может быть факел тут всегда лежал тут тоже вот теперь нет теперь он либо в другом месте лежит либо вообще не лежит вот такие вот новости шапку мне шерстяную подсунули металлолома там у ноговато металлоломом ящик пластмассовенький помираю с голода да сейчас что-нибудь найдем не переживай чего мы тебе можем предложить мы тебе можем предложить ну вот на свинину ешь и ешь свинину 72 процента травиться поедение метр не не должно целых 600 калорий поступит организм 600 чё там у меня вообще до пятой кулинарии еще много не еще повозиться придется вот на этом иногда револьвер лежал раньше столе на сталкере и ниже а где теперь лежит неизвестно где его теперь носит тут есть что-нибудь да тут вроде ничего вот тут нож лежал или тут или вот там на вот этой вот турбине или что это такое раньше лежал ножичек на сталкере ниже так ну и все вот мы пришли в то место с которого ты стартовал решив побродить по улице тут я вроде уже все проверил пустая банка ну что ж да тут я уже был значит наверх пошли пошли наверх походим по верху в лучшем случае я там найду один одну шоколадку да именно так именно одну шоколадку ты там найдешь это в лучшем случае ну книг я там несколько найду ну простых которых можно сжечь которых нельзя читать там можно сжечь написано книги а читать нельзя может быть это отсылка к чему к рэй брэдбери отсылка что книги читать нельзя но вряд ли вряд ли так подъем наверх 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 вот он а там что шметель воет давай сначала глянем друг тут что-то спрятали тут раньше ничего не прятали поэтому с чего будем теперь прятать да так теперь же все по-другому ах вот то но где собак порылась и так чей-то рабочий мест стоит компьютер со старым монитором 4 на 3 вероятнее всего нифига нету так но при этом вот есть ноуты достаточно современные на первый взгляд выглядящие современно ткани ткани так вот книга которую нельзя читать вот баллон баллонов щедро выдали еще говорят баллон помогает искать тайники если вот с собой таскать то неплохо помогает в время в ориентации ну делаешь какой-нибудь там сари значок там рисуешь стрелку и чего его начинает отображаться пока ни одной шоколадки ни одной шоколадки хочу было топливо тоже конечно класс тоже конечно я говорю обыск с картер на незваном гости это одно из самых скучных занятий потому что пространство многом а находок мало вот пожалуйста еще те баллон так это закрыто так в этом я был нет в этом ты не был ну и чё там нас джинсы приличные да вы мне лучше штаны и армейские дали приличный чем нити ваши джинсы приличные ну бинт ну бинт от хоть что-то так ну что последний закуток которым есть надежда найти шоколадку но ее не будет книжка еще наверно будет одна ну которую жечь а ну да вот они тут книжки которые жечь вот они шкафы для документов разноцветные и газет нам не нужно так можно и уснуть да да я уже так потихоньку себя и убаюкиваю уже все так это сижу так уже это носом еще клевать начну потому что вообще ничего нет вообще ничего нету книга ну книга книг книг конечно лучший друг данном случае от лучшие топлива я с ними имею стопроцентный шанс на розжигом все шоколадок нет но вы держитесь ладно уходим я пойдем в ущелье муж через паузу там слышь как мететь сейчас все то что я здесь набрал попробует донести если конечно я буду вообще иметь возможность ходить после того как заберу все вот эти дарова но не знает весьма сомнительным что ты будешь иметь возможность ходить 45 килограмм 45 килограмм не по-моему при 50 я не смогу двигаться при 45 вроде еще смогу ну да двигаешься живешь ходишь хожу бегать не ну как убегать куда бегать 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 них нихт бегать в общем нога из картер какая-то печаль есть там какой тайник ключи где для него понятия не имею куда их запихали ну где на другой стороне карты должны лежать белли не карта белли нет на другой стороне обычный так делают значит тайник там а ключ с запиской нет вообще другой стороне минус 54 вот это температурки теперь на незваном гости да а не кажется ли вам товарищи разработчики что вы а литл все-таки перегнули там палку так сказать уж слишком-то лютые температуры вы выдаете я все конечно понимаю но нахрена же настолько лютые температуры нам выдавать так книги лук револьвер так оставляем их здесь те книги тоже все выброшу возьму с собой одну для розжиков вот эти все выбрасываем одно оставляем так что еще выбраться выбрасываем все баллоны гвоздодер мне там не нужен не нужен не нужен зарисовать оставим так ножовка мясо если получится там будет она чуть быстрее ножов придется взять это сильный камень не нужен так красный факел и мне там не нужен да хорошо это это оставим котелок 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 какой котелок на 4 решил банками да да не забыть бы его потом взять котелок котелок на баллон муж пока тут оставишь давай пока оставим что ли но я буду потом не перейтих отсюда да ей баллон оставлю и чё еще оставишь не знаю подумаем о том что баллоны заберу и баллоны не ну ты баллоны но вы чё такие баллоны а баллоны и баллоны смотри а эта книжка хочет стоя быть понимаешь эти книжки хочет лежа быть а это хочет чтобы она типа была стоячий памятник стоячий да кто же его поставит он же памятник так при этом двадцать шесть килограмм а вроде так по выбрасывал а ну смотри еще половину вот этого надо выкинуть так а что у меня с поликом со спальником так со спальник давай так ли там где какая то есть это шляпа 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 папа шляпа папа шляпа ее надо разобрать ты же не носишь нет повязку запасную пока выкинуть я и вне ходить точно не буду я точно не смогу три повязки на себя на 1 на на выгрузить так штанов у меня запашных запасных слишком много там надо поглядеть какие получится оставить а ты не глядя рвешь да ладно сейчас разберемся по повязка так ну как эти 80 87 в любом случае эти правильно рвать какие до этого были я уже что-то не помню ки этом порвала какие-то порвал так ну вот 24 килограмма погнали жрать но сейчас попробуем там оленя подстрелить тогда я оставлю с собой тимофеевку там оленев бегают бывает бывает бегают олени где бегут ну там олени бегают там а там а там а ну на железнодорожной ветке в водопады гражданина воронова так тишина очень хорошо пошли трос только не забудь трос не забуду он может там быть в вагонах красных может в пещере лежать а может не лежать поэтому а мне вот это вот может не может она можа хреновая надежа нас вот это не устраивает нам нужно чтобы наверняка минус 12 поэтому я есть брат с собой трос тут валяйте в олене ходит давай попробуем и добить слуг и выкинуть он все-таки полкило весит в нем один или два выстрела осталось чем можно было сразу выкинуть и будет у меня там лежать вечно мне глаза мозоли да я уже добью начальник да его добью прошу добей добей я не против добей тут большое количество коры большое количество берез бывает хищников здесь нет никаких здесь бегают оленем и кролики хищники здесь не живут не медведи ни лосей ни волков тут не было раньше да не забывай говорить что это было раньше да вдруг их теперь сюда завезли нет на может их конечно сюда и завезли но раньше их не было так в оленем в олене бывает ходит там бывает ходит вот тут там а вот кстати и они вот кстати и в олене и слышу еще в каркар происходит так олень ух ты он меня увидал а ты глянь какой на внимательную любую зрению хорошее зрелище какой у него там их 2 куда зрелище хорошее а то труп лежит да да и над ним к к к к к к речи летают архаровцы каркар ч это тоже олениха так что в пещере пещере шоколадка свинина с квасолью и на этом все я вас категорически понял так олени хоть мы пока дергать не будем мы пойдем двух других шлепнуть попробуем солнца нету эх жалко папирос нет как горел жеглов так и все на тому скалы стоит а чё там у скалы у нас стоишь а на скальной живописью занимаешься так а мне мой а мне мой этот сказал увидали меня нихрена ся 4 такую зрелищих зрелище хорош мне мой таймер сказал что надо закругляется серии да не ну погоди мы так не можем на на пол на пол на нас пол пинка и убрать мы сейчас попробуем принять ванну выпить чашечку опы оленя завалить нет но эти олени от меня уже никуда не денутся я чувствую пристрелю еще и попрятаться особо некуда далеко не убегут даже если сейчас не сдохнут на повал вообще можно туда поджать они туда убегут вот вот там вообще им деваться некуда они там сейчас будут как на ладони почти передо мной а можно заставить их бежать на меня и на противоходе в них стрелу зарядить ладно сейчас вот это замрет замри сейчас она замрет чтобы это звуки по издавать неприличные а мы в нее попытаемся попасть я в нее попал а лук не поломался ты глянь а я луком каким стреляю по 2 процента снимается теперь она будет метаться но ей от меня не убежать главное чтоб чё главное чтобы она вниз не упала как медведь да но я вниз вроде собрался . ролик гонзит гонзи гонга рунга так а куда это раненые нет это вроде с нее кровь не течет а вот раненые слышу топы ах ты ж гадина она глянь она хочет от меня уйти эх ни хрена се стрелу отлетела ты видал у звук был а лук то еще целый сдохла нормально добегалась кафелек кофеек кофеек ну тогда пошли ту еще вот ты же ненасытный тогда еще пошли ту диана вон она стоит ага на меня увидала я хочу всех перестрелять я такой это далеко убежала это далеко убежала мне кто-то вчера рассказывал что хорошо приходить кулинарию прокачивать в пепельный каньон а не кажется ли вам что-то у него с кофе им было в нике у этого человека что вот сюда надо приходить прокачивать кулинарию тут точно никто тебе не будет мешать укокошил оленей и жарь сколько влезет кролики есть олени есть коры березовой до жопы пещера для проживания еще все отлично так куда это лень бежал и промазал ну зашибись зашибись и промазал лук поломал и промазала стрела куда делается стрела тоже поломалась вода на слушай товарищ оленика но эти в любом случае у кокоша ты понимаешь да а куда ты делаешь стать об она а куда она делась туда она не могла убежать сюда что любежал это сюда унеслась а где следы да вот она так виды кого вот так дым так дым застряла я так понимаю да а ты глянь а со старая стрела и ты с ней чё бегаешь да ты охренела вообще нет тут я тебя стрелять не буду давай ты как они сдохнет что ли вот у него ты гады кто заклинившая а это я промазал по ней так ты гадык заклинивший какой а ты глянь а чё творит тебе же две стрелы у тебя откуда столько хп то ты где стало давай кто и поближеKa Okay молодец молодец давай 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 тот reichtуда да правильно правильно про все дохнуть 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 в этом этого двери сторонах сестры к сестре доводим или вотков его все пора дохнуть пора дурной догадиков лого давать subtitles ну куда мы так не договорились нет ты уже не туда побежала слушать а два кровотечение а два carl carl 2 кровотечения таков скале не сдохни слушайте мне уже жрать надо вот какая поразительна то уж какая поразительна то там мимо до чтоб тебя где стрелата вот она неудобно в упор стричь целится из этого лука ты давай вот так не делай больше ага полин куда стрела улетела я стрелу потерял и оперный театр куда стрелата поте потерялась куда она полетела все пиндец стрела потерялся ты за тебя из саб сдохла из-за тебя из-за собаки стрела потерялся а вот она ура да ни хрена себе в скалу решила залезть и сдохнуть там но чуть-чуть бы она сдохла в скале где-то вообще сдохла то звук то я слышал вон он собака нет ты конечно вообще меня чуть не расстроила в скале вот так сдохнуть то нет никуда не годится мать мать зёбра это никуда не годится я вам запрещают дохнуть скале понятно может от увлечилки не отучилки увлечилки ничем не получится я вам скале дохнуть запрещаю сколько же я в раз в тебя промазала сколько было выстрелов то мимо там лук наверно уже 90 процентов после всей этой май мазни извиняюсь за выражение сейчас мы полюбопытствуем чё там с луком у нас сначала я что-нибудь откушаю слуг у вас 90 процентов и совершенно правы александр вы категорически его похерили я извиняюсь за выражение и поскольку у вас еще нато на под подой на под подой у вас а чё такое дохло и все я давай мы наверное вот полкило сейчас чуть-чуть вот так вот чпоньк чпоньк вот а там же у тебя вода да там вода еще блин с киев понимаешь ли отсвечивает так но этими оленями я скорее всего сейчас докачаю свою кулинарию или она уже будет это очень близко к тому чтобы докачаться да конечно многое будет зависит от погоды как чего мне погода тут предложит она может мне предложить серьезные похолодания серьезный ветра задуванием нет но нам чего нам главное разделать а приготовить мы и в пещере если чё сможем вороны тут еще собрались мозг выносят так что там две минуты нормально но поесть заработал так если так то не сгорит не должно так начали оксандер будем наверно закруглять серию до остальных оленей мы с тобой пожарим потом но может роз пойдем привяжем но может и привяжем может и пойдем так что тут у нас продлевать будем горение костра пока нет пока давай солень и заберем кожуру 12 минут до закипания тогда как раз 12 минут ножиком ножиком точнее до закипания до поджаривания ты какого закипания что с мясом делаешь что он у тебя кипит что за молекулярная кухня такая тоже руль ручками 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 очень хорошо вода готова мясо готово это забираем чё там костер костер все он так один олень один олень обработан значит у нас сделать тебя очень много коры березовой есть там что приготовить ну давай разогреем и хлеб а ту кору потом на будет перерти реть так это живот обратный путь я здесь пойдут пещеру до пещеру ты пойдешь здесь вряд ли мог еще представить кто-нибудь как был непрост его обратный путь чтобы сейчас немножко побыстрее побегал хотя тут усталость такая лучше бы не бегать да и лучше бегать так вот другой олень но с этим другим оленем и потом будем разбираться чё вагон на сходить там иногда лежит что-нибудь раньше лежала тут вагоны есть но потом с вами раньше там лежал что-то интересное могло быть канистра бывал лежал тяжелый молот трос под самый мог быть на трос у меня есть я вообще вяжу шура вяжите трос да сейчас мы привяжем кора вот тут олень тоже валяется свой собственный так сказать этот раз чтобы вниз лезть он очень длинный будет конечном итоге длине уши такой длине уши трос так у меня факл погас мы его спрячем побежали но пока усталость еще не закон пока бодрость не закончилась сбежали так температура у нас минус 29 не знаю как нибудь в пещере но у меня там дрова если чё есть да у тебя еще угли есть правда один всего лишь пещере конечно может быть холодный тепловой бонус у меня всего лишь 15 пещерями будет наверняка пол но тут недалеко есть вагончик на гэскартер если мне прям будет совсем тяж к но это уже в другой серии а нет хотя погоди еще в этой серии на будет тяжко но тогда в этой серии станет тяжко в одиннадцатый а в двенадцатый мы уже будем решать проблемы тяжести проблемы тяжести будем решать то лень замаскировался заморозился замаскировался я не говорил что мы не могу терпеть холод говорил говорил доцент я тебе говорю что завязал но говорил 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 что приходил но говорил так а где тут мое выброшенное барахло вот она мое выброшенное барахло так всего же усталость максимальная оленина низком автоходьба ой тут и так ветер по моему ветер в лицо еще усталость вообще идет капец такая скорость я буду идти до этой пещеры несколько минут ты глянь как она идет а еле еле вообще и я еленькая как говорил и не побежишь я ешь приспориваю помощи да как спасибо ветер в морду движение вообще отсутствует движение отрицательное ничего ничего температура к минус 31 холд где будет пещере шурик ты таща придешь ты нити ты не будешь плюсе находиться мне кажется мне кажется дача придется нам кастер с тобой разжигать и даже наверное в теплой части пещеры придется разжигать потому что на холодной у нас с тобой не хватит дров ладно раньше времени нам переживать нечего получается становится актуальным спальник из медвежьей шкуры раз так какие холода у нас да но сейчас показывает что тепло но плюс 10 то есть даже тепло будет без фонаря пока тепло ну то есть я тут могу как минимум выйти из состояния не стояние так зачем ты сюда все мясо привалок надо было там его бросить сейчас бросил хоть ходить стал чуть-чуть побыстрее несмотря так сказать на усталость так березовые березовые березы день там есть березовые березы и советки соколовой цветки соколовой он наклассница моей tx а чё там у нас по прокачке кулинарию когда выпать мудрым еще где-то 10 приготовлений так с виду с виду на может и больше так значит минус 9 но 4 часа точно можно спать да мне кажется можно спать даже 7 думаешь давай попробуем ну по идее сдохнуть не должен быстро от холода минус 1 минус 1 минус 1 минус 1 ну давай два часика поспим а там уже утром тогда давай помотаем время в спальнике давай хотя зачем ну просто сейчас посмотрим как я пройду вот плюс один смотри сейчас 0 будет не плюс 2 а все нормально тогда короче никуда мы не пойдем наедаемся отсыпаемся и идем к второму оленю днем стал теплом чё починить что ли но повязку давай добьем так теперь давай добьем куртку дровосека просто так добьем так конечно она была коцаная мало так носок давай добьем блин плюс один градус даст но вот везде по плюс один и будет плюс он видишь тепло пошло лишь тепло пошло так травка слушай а чё до сих пор ничего лучше ветровки ты не нашел охренеть мне до сих пор ничего лучше ветровки не попалась а это у меня какой день до 50 дней мне вилучше ветровки ничего не попалась куртка дровосека и вообще нифига нормально однако тепловой бонус плюс 16 один градус мы с тобой отвоевали у дикой понимаешь ты у дикой госпожи природы до жесткую я так вам скажу я пока вспомнил давай берез перетрем этом тереть в принципе недолго чушь так хреново то в плане этого в плане хреновости а чё так хреново в плане хреновости но смотри если еще починить чуть-чуть но там на один градус то не наскребешь на 17 градусов думаешь на скребу опять ты ночью уж возиться сейчас вообще нигде не буду возить слышь как шумит а сколько там у меня ткани ну давай может мы себе градус наскребен так вот это вообще чинить смысла нет ну давай вот это починиваем ну то хрен наскребешь себе шуршуры градус давай еще вот это ну и чё вот это еще полградуса высушенной кожи нет он нет это не получится это не получится ну носки ну блин они так 01 ты останутся это только в рамках в рамках патч прокачки этого прокачка все поломалось так на потом не забыть поломанное сложить какой-нибудь контейнер а то я там лук нашел поломанный скучно вообще стрел так стрел стрела вот смотри поломанная одна да я помню две штуки мы поломались пока и на олене охотился как была вот эта фантастическая охота на линии до 2 штуки какой-то ветер начался так ночью тепловой ваш тепла ваш тепла есть 17 градусов есть а было 15 до 2 штуки я себе накатил ну чуть лучше будет но опять же если там какой-то лютейший морозяка будет эти два штуки тебе при обыкновенных условиях распетляться помогут если ну так средняя средняя холодная температура не сверх низкая а если будет сверх низкая тебе хрен поможет эти два градуса даст и чё-то пока нет никакого нормального погода погода будем ждать так кулинарии разведение огня починка починку нас 3 с копейками все друзья мои закругляемся мы с вами на это значится проведению припоручаю вас детьми и заклинаю остерегайся выходить на балок ночное время когда силы зла властвует безраздельно